Святая Земля, что может сравниться с тобой? Вновь и вновь обращаясь к твоим чудесным тропам, ступая по ним бережно стопами памяти, есть огромное желание оказаться с тобой, вдохнуть твой аромат, слиться с историей Вселенной. Время – остановись. Граница столетий – сотритесь. Господь, будь с нами всегда. Господь везде и всегда, но на Святой Земле чувствуешь, как приближаешься к Нему настолько, что ощущаешь Его прикосновение на своем сердце. И даже один день, проведенный на Святой Земле, стоит тысяч, проведенных в любой другой части света. Утром третьего дня паломнической поездки на Святую Землю, которая выпала на дни Великого Поста 2019 года, группа прихожан Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами помолилась в одном из главных храмов Православной Церкви – Церкви Рождества Христова в Вифлееме. Только начало расцветать, как мы вышли из дома паломника и направились в одну из наиболее старейших непрерывно действующих Церквей мира. Сегодня мы спешили в храм, чтобы помолиться за литургию, поклониться и приложиться месту Рождества Христова, причаститься к святых христовых тайн, потому все просто летят навстречу благодати. И вот они, знаменитые врата смирения. Непривычный небольшой вход в храм. В базильку можно попасть только через них. Очень низкие двери, они-то и называются врата смирения. Этот проход был создан во времена вторжения на территорию Вифлеема войск Турецкой империи, чтобы предотвратить попадание внутрь церкви повозок осаждавших, а еще любителей из числа арабов войти в храм верхом на верблюде. Кроме того, самый титулованный посетитель, входя в Церковь Рождества, преклонит голову в знак уважения к святыне. Церковь Рождества – это целых две церкви, с криптой под ними, гротом Рождества, где произошло рождение Христа. Чтобы попасть в грот Рождества, нам пришлось пройти небольшое испытание. Изначально, завидев мою видеокамеру, штатив к ней, служащие в храме люди запретили съемку. Ангел-хранитель в лице отца Александра подсказал подойти к сидящему в сторонке священнику. Как оказалось, это был архиепископ Иорданский Феофилакт. Владыка поначалу не благословил, настроение упало, но голос внутренний продолжал убеждать, что все получится и следует обратиться еще раз. Что я и сделала, и попросила хотя бы с краешку снимать службу. Владыка внимательно посмотрел на меня, оценивающим пристальным взглядом, и на понятном мне русском языке дал разрешение, то есть благословение. Бископ Иорданский Феофилак 19 сентября 1977 года был рукоположен в Сан-Иромонаха и назначен настоятелем монастыря святого Симеона в Кате, а в 1979 поступил в Ленинградскую духовную академию, которую окончил в 1984 году со степенью кандидата богословия за сочинение «Этнографические данные книги бытия» в свете историко-археологических изысканий. Архиепископом Иорданским, он избран 18 ноября 2005 года, был назначен патриаршем-представителем Вифлееми, а также настоятелем базилики Рождества Христова в Вифлееме. Итак, мой краешек оказался рядом со звездой Рождества Христова. Камера вместе со мной стояла в метре от места Рождества, и это было очередным чудом. Со штативом, кстати, были постоянные истории, начиная с экспресс-поезда, доставившего нас до аэропорта в Москве, и заканчивая последним днем пребывания на Святой Земле. Но что не убивает нас, то делает сильнее. Штатив был чем-то вроде хоругвиев, и я ощущала себя хоругвеносцем, и сами ангелы небесные помогали носить это божественное устройство. Конечно, вместе с камерой, благодаря которой вы можете сейчас лицезреть все отснятое на Святой Земле. Позвольте себе еще одну ремарку. Видеокамера была подарена митрополитом Рязанским и Михайловским Марком два года назад. Через нашего дорогого владыку Господь позволил запечатлеть чудесную встречу со Святой Землей. Возвращаясь к храму Рождества Христову Вифлееме, стоит отметить, что сегодня он находится в совместном видении трех конфессий – армянской церкви, ремокатоликов и православных. Церковь является старейшей из действующих. Ее сооружение началось в 326 году. Освящение произошло в 339. Современная церковь была построена во времена правления византийского императора Юстиниана. В 529 году произошло восстание самаритян, и церковь сильно пострадала. Патриарх Иерусалимский отправил святого Саву на помощь Юстиниану, и присланный императором архитектор разрушил церковь до основания, а потом отстроил то здание, которое существует сегодня. Современный вид базилики мало напоминает первоначальный, однако самое главное на протяжении веков осталось неизменным. Дело в том, что в крипте этого храма под православным алтарем находится пещера Рождества Христова. У восточной стены крипты есть небольшая ниша, там висят лампады, а на полу серебряная звезда с 14 лучами. По преданию, именно это и есть место Рождества. Правда, звезда появилась здесь лишь в 1717 году, и к тому же в первом варианте не сохранилась. Но и нынешняя копия имеет ту же надпись, что и оригинал. Здесь у Девы Марии родился Иисус Христос. Во время литургии гумня из Украины попросила владыку Феофилакта позволить во время каждения священника, стоящего перед престолом и переходящему к жертвеннику, на котором стояли дары, исполнить стихи из 140-го псалма Давида. «Да исправится!» И все мы запели. Это, пожалуй, самый трогательный момент всего богослужения. «Да исправится, молитва моя, Я погодила пред Тобою, О, зияние, руку моему, Чебо хрещеньяя!» В большом потоке паломников в храме вся наша группа успешно причастилась. Вифлеем – дом хлеба. Думаю, перевод этот не случайен, ведь именно в Вифлееме родился Иисус Христос, который есть для всех нас хлеб жизни. «Я есми хлеб жизни» – это слова Иисуса Христа, которые Он сказал о себе. Он является не просто хлебом, но хлебом жизни, то есть духовным хлебом, который может дать жизнь душе каждого человека. И отличие от обычного физического хлеба – духовный хлеб полностью утоляет духовный голод. Храм Рождества Христова в Вифлееме – исторический памятник, о котором существует еще одна очень интересная легенда. На одной из колонн в этой церкви имеется несколько углублений, образующих крест. Считается, что это следы чуда, произошедшего в храме много веков назад. Однажды во время одного из своих внезапных набегов арабы ворвались в храм. Ждать помощи находящимся в нем людям было неоткуда. И тогда они начали молиться. И просьбы их были услышаны. Из одной из колонн вдруг вылетел Рой Ос и начал жалить арабов и их лошадей. В результате захватчикам пришлось покинуть храм и оставить в покое находящихся в нем людей. Возле южного входа в пещеру Рождества, слева от центрального иконостаса, находится чудотворная вихлиемская икона Божьей Матери. Образ отличается тем, что Дева Мария на нем улыбается. Вот она, наша красавица, соступница наша усердная, матерь рода человеческого. И все мы к ней приложились и попросили каждый о своем. С израненной душой в мирских невзгодах Среди толпы безбожной и слепой В чужой стране со всем чужим народом Со страшно покалеченной судьбой Иду к Христу, тянусь к Нему душою, Зову Его в страдании, молюсь, Чтобы от ран укрыл меня собою, С Ним легче жить, а без Него боюсь. В моих руках Писание Святое, Читая, вижу на Его Христа, Как хочется мне быть Его рабою, Начать сначала, с чистого листа. Ушли друзья? Бог с ними! Было больно, если б Господь забыл вдруг обо мне, Но Он со мной, мне радостно и вольно На этой грустной солнечной земле. Вблизи алтаря на колонне мы увидели Нерукотворный образ Спасителя. Он обладает одной удивительной особенностью. На самом деле это изображение примерно XII века, То есть времен крестоносцев. А известны иконы тем, что в зависимости от освещения Лик этот предстает то с закрытыми, то с открытыми очами. Неизвестно, было ли так задумано мастером при написании, Или просто так получилось, Но свидетелей, наблюдавших такой эффект, Хватает за все эти века. Лик Спасителя обращен на Запад. К тому же этот образ Спасителя Слева от входа в пещеру есть мироточивый. Его еще называют плачущим. В комплекс храма Рождества Христова Входит пещера избиенных младенцев. В ней находится самый древний, Сохранившийся престол в Вифлееме IV века. Рядом с южным входом в базилику Находится лестница, ведущая в пещеру, В которой захоронены кости младенцев. По легенде, убить их приказал царь Ирод, Прогневавшийся на мудрецов, Которые сообщили ему о рождении Христа, Но не сказали, где именно это произошло. Когда-то эти дети были захоронены в Вифлееме. Для того, чтобы узнать, где находится их могила, Елена послала в Вифлеемскому раввину вышитое одеяние. Благодарный священник показал ей место захоронения. Узнав о том, где могила детей, Елена поставила над ней гробницу. Почти все дети Господа Христа больны. Одни душой, другие телом. Ко всем любовь Христа чиста, светла, Любви сей нет предела. Есть в каждом, в ком Господь живет, Души его частица. А значит, и любовь его в крови людской струится. И значит, сам Христос пришел поднять, принять, Дать силы и исцелить, и поддержать, простить. Да, всех простил он. Так кто же мы, его рабы? Чтоб не прощать друг другу, Чтоб не любить, мы все равны. Возьмите мою руку. Я помолюсь за вас, за всех, Чтоб не иссякла вера, Чтоб рядом были радость, смех, Чтоб вас любовь согрела. Мы с вами не представляем себе, Насколько духовное богатство здесь лежит Перед нашими глазами. И недаром те люди, которые прибывают сюда Поклониться святым местам, Они прочитывают, как говорят, Пятые Евангелия. Потому что, когда мы с вами читаем Священное Писание, Когда мы с вами размышляем о том, Как это могло быть, В каких местах это могло совершаться, Что описывает для нас Библейская история Ветхого Или Нового Завета. То вот когда мы с вами своими глазами Увидим, где родился Христос Спаситель, Где проходила Его земная жизнь, Где Он учил людей, Где Он собирал учеников, Где Он совершал свои чудеса, Где Он рассказывал притчи, Где Он призывал покаяние, Где Он принимал крестные страдания, Смерть, а потом победоносно Победил смерть, воскрес и вознесся на небо, Восседая одесную Бога Отца. Вот все это происходило здесь. И вот как пишет нам Священное Писание, Говорит нам, Вот все это было написано для того, Чтобы мы с вами уверовали и познали, Что Христос есть, Что Иисус есть воистину Христос Сын Божий, И поверовавши мы получили Жизнь вечную во имя Его. По пути в дом паломника Мы заглянули в молочный грот. Он принадлежит католической церкви. На этом месте Богородица кормила грудью Христа. Одна капля молока упала на землю, И скала в ту же минуту приобрела белый цвет. Это второе широко известное чудо храма Вифлееми. В молочном гроте, помимо всего прочего, Можно посмотреть на икону Божьей Матери, Кормящей Иисуса. Мир и радость, мир и радость, Мир и радость ныне всем, Мир и радость в каждом сердце, Ну а в нашем сердце Вифлеем. Мир и радость, мир и радость, Мы с вами сможем молитвенно к этому Многожды в своей жизни обращаться, Потому что теперь уже не сгладится из вашей памяти, Когда будет следующее Рождество Христово, Или Пасха, или Вознесение, или Троица, или Крещение, Любые праздники теперь оживать в нашей памяти И вновь и вновь соприкасать нас с этой необыкновенной благодатью. Я, конечно же, вас искренне поздравляю с тем, Что мы все прибыли сюда, Кто в первый раз, кто нет, Но это на самом деле не имеет значения, Потому что как священное писание можно читать бесконечно, И так и нужно делать. Точно так же святость этих необыкновенных благодатью наполненных святых мест, Конечно же, вновь и вновь, каждый раз, Насыщая человека, укрепляя вере, Вызывая к духовной жизни. Позавтракав в доме паломника, Мы отправились на встречу с православным монастырем Святого Георгия, Одного из старейших монастырей в мире. Он расположен в нижней части долины Кельт, В Иудейской пустыне, На территории палестинской автономии, В пяти километрах от Иерихона. Комфортабельный автобус заставил нас легко вглубь пустыни. Ашраф, наш дорогой опытный водитель арабского происхождения, Совершал различные маневры виртуозно. Ну, это просто вам так, Господь, устроил. Еще и такая вот погода, видите, не жаркая. И пустыня вот светет, зеленеет еще, Еще, наверное, будет зеленеть, поскольку жара вот такая не наступила. И все же нашей группе, как и всем остальным паломникам, Пришлось преодолеть нелегкий путь пешком, Спуститься по крутой дороге вниз, Ко входу в монастырь. Удивительно, что в Виплееме было прохладно и пасмурно, А в пустыне солнечно и жарко. Хотя это не та жара, которая сегодня накрыла святую землю. Весна здесь выдалась в этом году прекрасная. Дожди совершили чудо. Пустыня зацвела. А нам посчастливилось увидеть ее в самом рассвете Всех ее каменных сил. Здесь, на склонах ущелья Вади Кельт, Илья Пророк 3,5 года жил в пещере, Скрываясь от гнева царя Ахава и Изавели. И вороны приносили ему пищу. Здесь святой праведный Иаким, Отец Пресвятой Богородицы, Пастился 40 дней, Моля у Господа дар продолжения рода. Святое место иудейской пустыни Обжили первые пустынники христиане. Они выбрали его для удаленной обители в 4 веке. Глубокое и труднодоступное совсем еще недавно ущелье Вади Кельт приютилось на крутом склоне, на святом месте. В 480 году Иоанн из египетской провинции Хазиева пришел и обосновался здесь, призвав своей праведностью пустынников к образованию монашеского общежития, которое, пережив утраты и разрушения от персов и сарацин, продолжило существование в веках до наших дней. Погонщики осликов, бедуины, предоставляли за небольшую плату испытать удовольствие от верховой езды. И некоторые решались на подобную авантюру. Ослик – машина бедуина. Это мы запомнили. Русский. Русский, русский. Добрый. Дурик. Добрый. Святой Иоанн Казевит, прибывший в монастырь из Египта в 480 году, значительно расширил монастырские постройки, превратив его в монастырь общежительного типа. Его населяли монахи, выходцы из различных народов, среди которых были греки, сирийцы, армяне, грузины, русские и многие другие. Слава о монастыре распространилась по всей святой земле. Наиболее ярко монастырь расцвел в конце 6-го, начале 7-го веков при настоятеле, святом Георгии Хазевите, имя которого монастырь вносит по сей день. Здесь селились и монахи-отшельники, и братья, предпочитающие общежительный образ жизни. Персидское нашествие 614 года принесло страшный ущерб монастырю. Персы убили 14 монахов, разрушили монастырские постройки, оставшиеся в живых монахи ушли из монастыря. Святой Георгий пытался возвратить монастырь к жизни, но безуспешно. Крестоносцам в 1179 году это тоже не удалось. В 13-м веке монастырь совсем опустил. Ублажаем, ублажаем тебя, преподобни, отче Георгие, и чтим святую память твою наставниче монахов и собеседниче ангелу. Лишь в 1878 году греческий монах Калиникос с монахами Святогробского братства приступили к восстановлению обители. Реставрация монастыря была завершена в 1901 году. Монастырь Святого Георгия сегодня – это красивейший, но малонаселенный монахами монастырь, в котором живет всего один иеромонах-настоятель и несколько рабочих арабов, помогающих ему по хозяйству. Соборный храм монастыря освящен в честь Рождества Богородицы. Недалеко от монастыря в одной из пещер жил святой Аким, отец Богородицы. Я уже говорила о том, что он молился здесь 40 дней, чтобы Бог дал ему ребенка. Весь монастырский комплекс построен на трех уровнях – верхний – церковь, пещера и линии. В средний – всеглавные строения, где также есть в церкви святого Иоанна и святого Георгия Хазевитов. И церковь Рождества Богородицы. Нижние – складские помещения, древние захоронения. В последние десятилетия монастырь прославился тем, что здесь можно поклониться святым мощам христианского подвижника середины XX века – пустынника Иоанна Иакова, иначе именуемого Иоанном Румыном или Иоанном Новым Хазевитом. Годы жизни 1913-1960. Святые мощи Иоанна Хазевита нетленны и находятся в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Стеклянной Раке. Иоанн родился в Румынии в семье глубоко верующих крестьяна, был назван крещением Ильей. Еще в младенчестве он остался сиротой отрока воспитывала благочестивая бабушка Мария. Когда Илье было 11 лет, бабушка отошла ко Господу, и отрок стал жить в семействе дяди, где ему пришлось претерпеть много скорбей. С детских лет научился Илья сокровенной молитвенной жизни и всецелому упованию на Бога. Однажды в праздник Святой Пасхи мальчик горько плакал на могиле бабушки, и вдруг услышал голос, исходивший от образа Спасителя «Не плачь, дитя мое, не печалься, ибо я с тобою, Христос воскресший». И сам образ Спасителя как бы ожил и улыбался. От этого небесного утешения душа отрока исполнилась несказанного мира. На Пасху 1936 года он был пострижен в монашество с именем Иоанн. Осенью того же года Иоанн по благословению епископа Никодима, митрополита Молдавии, отправился в на Святую Землю. Прежде чем провести восемь лет в монастыре Георгия Хазевита, Святой Иоанн подвязался в нескольких местах Святой Земли, в том числе в Лавре Савы Освященного. Но промыслом Божиим он попал сюда, где 5 августа 1960 года отошел ко Господу. И вот в этом перенесении мощи участвовал отец Хризастон. И вот он говорит, я все думаю, но помысл у меня такой, но он же рассыпется, ну как это такое может быть? Ну вот как бы современник, я его знаю, а теперь вот его мощь. Он говорит, он 20 лет там проезжает. Он говорит, он нам описывает, как они лестницу поставили, как они туда забрались вдвоем, а внизу там стоят, нас отцы ждут. И он говорит, ну как? А он говорит, как пух. Он думал, что он рассыпется, а он нет. Он же там, видите, вот так в ботинках, как он ходил в таких вот ботинках, они вот еще в советское время, видите, такие солдатские какие-то. Он их так это приподняли и говорит, ну в общем-то как-то они спустили отца сюда. Так что он не рассыпался? Нет, все нормально, да. Но потом, говорит, даже спустили и его вот помыслы мучают, ну как такой мужик выйдет? Потом, говорит, спустился куда-то уже вниз, вот это все думал об этом. Как-то все куда-то кофе зашел попить. А там, говорит, пришел какой-то, говорит, Абуна они его называют. Ну такой мирянин, но он, говорит, чаще в монастырях, как у нас это бывает, пропадает, такой подвижник, да, ходит по монастырям вечно. И он, говорит, встал и так рассказывает, да я, говорит, знал этого Абуну, не, Иоанна этого. Я, говорит, заходил, когда он служил еще, я служил, когда он молился, говорит, на локоть приподнимался от земли. Просто вот видел, человек молился, да, вот службу литургию совершал, да. Я увидел, что он, говорит, и это был ответ на его вопрос. Видите, он мучил его. И тут ему человек рассказывает, что он, говорит, еще при жизни как он был святой. Незадолго до канонизации эрскомонаха Иоанна была написана икона. Одна из его икон находится в Кафедральном соборе Святого Георгия в городе Хама в Сирии. Монах-гимнограф из Вселенской Патриархии написал службу святому. Святейший Синод Румынской Православной Церкви причислил Иоанна Нового Хазевита к лику святых, а днем его памяти установил 5 августа, день, когда он отошел ко Господу. Подняться хорошо, спуститься трудно. Сейчас мы находимся в пещере Лени Пророка, а еще здесь Иоанна Чебумалева о рождении ребенка. ПЕСНЯ 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 могилу для Марии Египетской, чтобы погрести ее, потому что Зосима говорит, вы уже тебя похороните, а в тот раз лев пришел, да? Да, что самые страшные звери, видите, пока нет? Медведь вон, Сарафина Срубска. Ну, даже Опт, помните, он же был тот бандит, грабил, убивал людей, а потом построил оптибу. Потом стала Оптина, пусть незнаменитая теперь. Да, ну это же все в жизни, все наши, все простые люди. Ну, кто простые, а кто… Да, я не веду. Кто имеется, что, которые раньше грешили. Если мы в этой жизни не научились с Богом общаться, если мы в ней самый главный процент не заплатили, то наша жизнь была, знаете… Да, и когда ты приходишь уже к Богу после того, как ты умер, да, ну тебе говорят, ну что ты, дорогой, ты всю жизнь прожил, ни разу не причастился. Ну что это, жизнь такая? То есть ты должен ответ привести к Богу на свою жизнь. А если ты причастился, Святой Христовой Таин, ты уже с Богом. Ты выполнил самое главное задание, которое нам дал Господь, когда нас сюда придает жизнь. Встретиться с Богом. Поэтому причащаться надо в радости, вот так, в тишине, в мире, в покое, в согласии с ближним. Надо присповедоваться, надо помириться со всеми, чтобы не было времени, там все долги раздать, попрощаться со всеми. И умирать тоже так же надо. Потому что когда мы умираем, в чем мы умрем, то мы останемся на веки вечные. Вот если мы умрем, тоски, печаль, мы так вечно и будем в этом находиться. Понимаете? Это очень важно, в чем мы умираем и в чем мы причащаемся к Таине, если ты хочешь того к Таине. Это очень важно. Надо уметь собой владеть. Не просто своими желаниями там руководствовать, что хочу, не хочу и так далее. А вот именно уметь научиться и вот это, не просто сказать, я умею, а еще и показать, как ты умеешь. Самое главное дело на Земле, то, которое ты сейчас делаешь, самое главное время на Земле, то, в котором ты сейчас находишься, самое главное место на Земле, то, где ты есть, самый главный человек на Земле, который напротив тебя. Вот тут вот происходит от диалога двух людей, судьба всей Вселенной. Понимаете? Понимаете, вот какие мы должны обладать духовным потенциалом, чтобы посвятили, чтобы радовались этой жизни. И друг другу. Еще. Который напротив тебя. Мне кажется, получается. Гениально вообще все просто. Да-да-да. Только просто. Она-то... Ну, она и там, потому она гениальная. Где просто, там она отсутствует. А где же дремя, там нет. Монахи в этой обители очень гостеприимные. Мы в этом убедились сами. Они угостили нас сладостями и напоили горячим кофе. Ну, все. Да-да-да. Очень горячим. Очень горячим. Очень горячим. Очень горячим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, не спускаемся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Или Самарию, одной из манящих и загадочных мест Святой Земли Дима Торзок На юго-востоке города, который израильтяне называют Шхем, а плестинцы Наблус, находится глубокий колодец, который традиция связывает с именем ветхозаветного патриарха Якова. Уже как минимум полторы тысячи лет. По-арабски колодец зовется Бир Якоб, по-английски Якоб Свел, по-гречески Фриар Туяков. Это водный резервуар, расположен на небольшом, несколько сот метров расстоянии от археологического холма Тель-Балата, место, где, как считается, стоял библейский шхем Сихем. В настоящее время колодец можно видеть в крипте, освященного в 2008 году храма Святой Фатинии православного монастыря колодца Якова или над колодцем Якова Иерусалимского патриархата. В раме Святой Фатинии Самарянки нас встретил настоятель, архимандрит Иустин. Это место, которое свято еще со времен Ветхого Завета. Здесь пройте Циаков увидел свой дивный сон, а лестница на небо. Проснувшись, называет его страшным и видит в нем не просто место своего ночлега, а дом Божий. И тогда, 4000 лет назад, праотец, патриарх Иаков, выкопал этот колодец. Существующий по сей день, он становится священным местом христиан еще и потому, что именно здесь произошла беседа Самарянки со Спасителем. Через 2000 лет здесь проходил Господь наш Иисус Христос. Он жаждал, был изможден, так как шел после крещения в Ордане. Здесь он присел отдохнуть. Множество людей встречались с Христом во время его земной жизни. Большинство из них остались без вестности. Но вот жена Самаринныня упоминается в Евангелии только однажды. Не только удостоилась специального дня церковного почитания. Сохранились и сведения о ее жизни после встречи со Спасителем. Ничего не известно о том, как жила Самарянка до зрелого возраста, чем занималась и кто были ее родители. Кажется, до встречи с Христом она не раз была замужем, имела двоих сыновей. Из жития известно также о пяти сестрах святой. После встречи с неизвестным путником у колодца, вырытого когда-то праотцом Иаковом, для женщины начинается совершенно другая жизнь. В тот день Фатина шла за водой. У колодца Иакова она увидела человека, одетого по-иудейски. Иудеи не принимали Самарян и считали их землю чуть ли не оскверненной. А теперь интересный факт. Народ самарийский образовался от смешения иудеев израильского царства и осирийцев. Таким же смешением иудаизма и язычества отличались религиозные взгляды самарян. Они почитали и единого бога, и богов языческих. Признавали Тору Моисея и совершали языческие обряды. Ждали пришествия Мессии и кланились идолом. Самарянин у иудеев времени Христа было едва ли не бранным словом. Да и Господь, посылая апостолов на проповедь, говорил им. На путь к язычникам не ходите. И в город самарянский не входите. А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Христос заповедовал ученикам не идти к самарянам. А сам пошел. В этом месте у меня всегда особое чувство такое, что как будто бы я сама-то, самарянка-язычница, встречаюсь со своим Господом. Представляете, эта вселенская встреча произошла здесь. Все переживаешь здесь на самом деле. Как будто с тобой все это происходит. И вот недоумевающая Фатина слышит от странного путника еще более странные слова. Дай мне пить. Простая просьба, изнуренного жарой и дорога человека, не имеющего чем почерпнуть воды. Но ведь он иудей. Как же так? Ведь евреи гнушаются полуязычниками-самарянами. И это спросила Фатина, а в ответ услышала. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Сначала она подумала, что он говорит об обычной воде, а потом поняла вообще не о воде, а о чем-то другом, о жизни, о вечности. И что он знает о ней, неизвестной женщине, все. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правда ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого нынче имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. В изумлении Фатина воскрикнула, господи, вижу, что ты пророк. А потом вдруг, не имея связи с предыдущей беседой, стала спрашивать, где нужно поклоняться Богу, в Иерусалиме или на горе Горизим, как в Самаряне. И снова ответ, которого Фатина не ожидала. Место поклонения не так важно. Только бы человек любил Господа Духом своим, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Колодец Иакова – это место двух откровений. Господь открыл, что Бог есть Дух. И второе, что Он впервые перед людьми, причем перед грешной женщиной, сказал открыто, что Он является Мессией. Во всем Евангелии мы больше не встретим мест, когда Он прямо себя называет Мессией. Колодец Иакова, он же колодец Самарянки, находится в подвале храма под алтарем. Туда паломники спускаются для того, чтобы испить воды и прочесть главу Евангелия, повествующую о великом откровении. Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо в Духе и Истине. Видимо, тогда благодать Божией коснулась сердца женщины. Уже не думая о повседневных нуждах, бросив кувшин, отправилась она в город, рассказывая всем и каждому, что обрела Мессию. Евангелист Иоанн больше не пишет о жене Самарянки, но жизнь ее с тех пор, очевидно, изменилась навсегда. Около 1963 года Фатиния и ее дети жили уже в Карфагене. Житие святые умалчивают, как и зачем они туда попали из Сихари. Но точно известно, что Фатиния передала своим детям горючую веру во Спасителя. Так сложилось, что именно сын святой начал мученический подвиг, который потом прошла и вся семья. Фатиния своей плавенной верой и чистотой жизни обратила ко Христу и царевну Дамнину и даже ее служанок. Тайно от Нерона все они крестились. Царский двор стал местом христианских молитв и словословий. Новый суд и новые мучения, которым подверг Нерон Фатинию и ее семью, сопровождались новыми знамениями христианской веры. С Фатинии содрали кожу. Она лежала в глубоком колодце, куда ее бросили, думая, что умрет. Но когда спустя несколько дней ее вытащили из колодца, она была жива. Оставшись последней из семьи, уже казненной за Христа, мученица безбоязненно продолжала говорить о своем боге и вере. Акты мученические, протоколы, допросы, которые велись тогда на суде, сохранили ее ответ Нерону. Когда император предложил Фатинии поклониться богам, она безбоязненно бросила ему в лицо обличение. «Нечестивейший слепец, заблудший и безумный человек, неужели ты считаешь меня столь неразумной, что я согласилась отречься от владыки моего, Христа, и принести жертву подобным тебе слепым идолам?» Понимавший толк мучительствия, Нерон не знал, что еще сделать с несгибаемой женщиной. Фатинии еще раз была брошена в колодец. Это стало ее последней казнью и окончанием земного пути. «Отвещай, Иисус речей, всяк пияй от воды сей, вжаждется паки, иже пиет от воды юже, а сдам ему, не вжаждется вовеки, но вода юже, а сдам ему, будет в нем источник воды текущей, в живот вечный. Глагола, к всему жена Господи, дашь месью воду, да не жажду, не прихожду всем опочерпати». Фатиния известная в православии святая, о которой благодаря Евангелию знает каждый, однако храмов, посвященных памяти мученицы, немного. Храм в Набулусе – одно из известных мест почитания святой мученицы. Благодатное место. Осознаешь это каждой клеточкой своей души, уже входя на территорию монастыря. Благодатное и опасное, ведь не всякий священнослужитель отважится здесь остаться. На Архимандрида и Устина уже не раз нападали, избивали, в него стреляли, но он человек мужественный. Старец готов к принятию смерти и переходу в вечность. Рядом с храмом стоит каменный саркофаг, место его будущего покоения. Оно напоминает об остротечности жизни и ее итоги ожидающих всех людей. «Просто это откроется, когда он починится». В храме хранится частица мощей святой мученицы Фатини из Самарянки и мощи мученика Филумена, пострадавшего за веру Христову в наше время. Святая кровь мученика, прольтая им за веру православную, хранится в особом сосуде. Его бы не с нам отец Саустины дал ощутить его неземной аромат и приложиться к святыне. Ни одни духи мира не могут сравниться своим ароматом с ароматом крови мученика Филумена. Не всем дано увидеть чудеса, не всем дано соприкоснуться с Богом, и каждого своя ведет дорога на бесконечные Господни небеса. Кто в темноте идет, испотыкаясь, клянет все то, что под ноги падет, а кто препятствие, наоборот, от всей души своей благословляет. Увы, не всем увидеть небеса дано в короткой жизни нашей сложной. Кому дорога, а кому дорожка на бесконечные Господни небеса. Сегодня архимандрит Филумен святой. Он был канонизирован в 2009 году Русалимской церкви, а Русской православной церкви на следующий год, в 2010. День его памяти 29 ноября. Родился отец Филумен в 1913 году на Кипре в семье благочестивых родителей. В 1927 году стал послушником в монастыре Ставровунник, в 1934 году переехал в Иерусалим, а в 1937 году принял монашеский постриг с именами Филумен, и 5 сентября того же года был рукоположен в аэродиакон. 1 ноября 1944 года в аэромонаха он служил в монастырях Иерусалимской патриархии, в обители святого Сава Священного, у святого Феодосии, у святого Константина, в патриаршем храме в Иерусалиме, позднее, будучи игуменом, нес послушание у разных святынь, был возведен в Сан-Архимандрит, был назначен игуменом монастыря у колодца Иакова в Самарии, и в 1979 году он погиб от рук иудеев. Его принуждали убрать кресты и иконы от колодца Иакова, угрожая смертью. Отказавшись, священнослужитель был замучен по подобию Фатини и ее сродников, его ослепили, изранили лицо, нанеся крестообразные раны в издевку над христианством, отрубили пальцы правой руки. А ведь именно Архимандрит Филумен начал строительство храма святой мученицы Фатини, а продолжил праведные труды после его святой мученической кончины Архимандрит Иустин. Настоятель рассказывает о том, что в IV веке, когда царь Константин и царица Елена прибыли сюда, они построили 365 храмов, один из них здесь, в честь Фатини Самарянки. В V веке, когда было восстание самарян, они вошли сюда, убили епископа и его 12 клириков, а также 11 тысяч православных. В VI веке император Юстиниан построил вторую базилику, и этот храм разрушили персы. Единственный храм, который уцелел тогда, это храм Рождества Христова. Тогда же 3000 монахов были убиты в Палестине. Потом пришли крестоносцы, изгнали православных из этого святого места. Зато построили великолепнейший храм, но тот рухнул от землетрясения. Епископ Сафроний вернул снова это святое место православным. В 1908 году он раскопал остатки древних храмов, и на деньги последнего русского царя Николая II были начаты восстановительные работы. Первая мировая война их прервала, потом революция, деньги перестали поступать. Церковь более 100 лет оставалась недостроенная. Последние годы вокруг нее образовалась сложная ситуация. В 1965 году темные силы активизировались, чтобы отобрать святыню. В 1979 году, как я уже говорила выше, убили архимандрида Филумена. Ему нанесли 36 ударов топора. Никто не хотел сюда идти служить. Иерусалимская патриархия направила сюда архимандрида Амбросия. Евреи предприняли попытку и его убить, но на этот момент его в храме не оказалось. Тогда в храм бросили гранату и ранили монахиню Филофею. Тогда монастырь закрыли. За время долгого служения архимандрида Иустина в храме святой Фатине Самарянки на него 16 раз покушали, желая убить, рубили топором и стреляли. После арабской революции он ездил на Кипр, оттуда он родом. Собрал деньги на хлеб, муку, раздавал бедным жителям. Когда к власти пришел Арафат, он дал награду отцу Истину, отец бедных. На что отец Истин попросил дать разрешение на строительство храма. Колодец Акова почитается как священное место и евреями, и мусульманами, и православными. Его глубина 40 метров. Вода в колодце наивкуснейшая. Филумен это кипрский святой, ну как бы естественно кипрский по причине своего рождения. Он родился на Кипре, деревушка называется Орунда. И сейчас в этой деревушке прекрасный монастырь женский, посвященный Николаю Чудотворцу. Но там они очень любят Филумена и его брата. Я вот сейчас не понимаю. Да, Эльпидиос, старец Эльпидиос. Да. Кстати, они говорят о том, что в момент, когда убивали Филумена, ну знаете, да, все-таки у близнецов серьезная связь такая невероятная. Вот, ну это, как, и действительно старец Эльпидиос, он почувствовал, к нему пришел святой Филумен и сказал, меня убивают. В общем, как-то так. Это прекрасный монастырь женский. Если вы там будете, вы действительно, вам очень оно понравится. И они занимаются издательской деятельностью. И вот, опять же, они житие святого Филумена печатали. Естественно, он изначально принял постриг в Ставровуни, в Филумен. То есть на Кипре. На Гориафон. Нет, не на Гориафон. Ставровуни на Кипре. Да, в этом монастыре. Но потом, в воле Божьих судеб, он попал в Иерусалим, вот на это место. Ну и, соответственно, он теперь еще и святой Иерусалимского патриархата, Иерусалимской церкви. И что удивительно, это, наверное, может быть не один святой, но один из святых, день памяти которого празднуется дважды. Ну, то, чтобы два календаря. На Кипре новый календарь. И это реально. И в наших святцах, я имею в виду, в нашем календаре тоже. Он празднуется как в один день, до 29 ноября, так и в минус 13 дней. То есть 16. Да. И, в общем-то, ну, прекрасный святой. Я не знаю, у меня просто какая-то связь душевная, духовная, радостная. Я когда-то первый раз, когда я сюда попал, я попал сюда вместе, будучи послушником Николопишножского монастыря. Знаете, да, в Подмосковье, прекрасный монастырь. И мы здесь были группой паломников. И как-то, в общем-то, мне полюбилось это место. Я просто обнаружил там еще икону святого Ефрема Ниамакрийского. Кстати, она чуть мира точит, если вы заметили. Она так, если посмотреться, много-много-много капель мира. Вот, и, в общем-то, я внутри себя подумал о том, что мне бы хотелось бы сюда как-нибудь вернуться. В общем, в целом, какая ситуация? Получилось так, что я нахожусь в Киевском монастыре, все, там решается вопрос того, чтобы я там остался и как бы... Вот, и, ну, происходит так, нужно было выехать, да, потому что виза, сами знаете, в конце концов, он говорит, ну, куда ты поедешь, отец Эфар? Я такой, ну, куда, в Россию, в Москву? Я говорю, не хочу в Москву. И я решил сюда, и он говорит, да, действительно, поедешь и поможешь отцу Эстину. И, в общем, удивительным образом я опять здесь. Ну, прекрасное место, кто знает, может быть, и... Может, после отца Эстины ты здесь будешь, кто знает. Помоги, Господи, помоги. Все встречи на Святой Земле проникнуты удивительными чудесами и незабываемой радостью, которая до сих пор заставляет вновь и вновь переосмысливать встречу с колодцем воды живой, с Господом нашим Иисусом Христом, неисчерпаемым источником, утоляя жажду водой духовной, все больше хочется прикасаться и пить эту живую воду. Возвращаясь в дом паломника, отец Александр рассказал о нашей русской мини-святой земле. Михайловской глубинке сели Анина тем, кто еще не был знаком с этим чудесным проектом возрождения крестовоздвиженского храма на благодатной Рязанской земле. Год назад, 10 августа, рядом с разрушенным храмом по благословению митрополита Рязанского и Михайловского марка был освящен Новый Успенский. Возле двух храмов распласталась необыкновенная красотища. Есть на ней колоди Циакова, Святая Ардань, Мини-Галилейское море, Мамрийский дуб и много чего еще. Но это уже другая история. А пока мы черпаем воду духовную бесконечной милости Божией на Святой Земле, в центре мироздания. Мы не просто ездим на Святую Землю, мы еще вот эти все впечатления впитываем, подумаем их транслировать у себя туда. И мы так вот подумали, подумали, что там будет у нас кусочек Святой Земли. Кусочек Святой Земли. Ну, вы же садим сюда, да? Ну, нет, там малая святая земля. Малая святая земля. И там она такую территорию имеет, если, например, Московский Кремль занимает 28 гектаров, то мы чуть-чуть, ну, побольше, да, 40, да, 40, да. И у нас там старый разрушенный храм стоит, крестовозвиженский. И мы там вот за эти два годика там построили маленький деревянный храм, успели Божьей Матери, в прошлом году его осветили. Также у нас там есть купель и маленький Иордан. Один земные блага ищет, другой глядит на небеса. Один убогий, голый, нищий, другой одетый в чудеса. Он раб камений, злато-раб, раб чрева своего. Он раб раба, он болен, слаб, на нем раба-клеймо. Но я Божья раба, и свет живет в душе моей, и не деньгами мир согрет, а теплотой твоей. Твоей теплотой, мой Бог, дышу, служу, пишу. Стихи твоей любви глоток и в голод, и в нужду. Он раб ржавеющих богатств, что тает без следа. Нет в мире слаще божьих рабств, я Божья раба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова